ТОП 7 ВСЕМИРНОИЗВЕСТНЫХ РУССКИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ Мы часто слышим о технологических достижениях Запада, но забываем о том, что и Россия дала миру огромное количество изобретений. Без многих отечественных открытий и инноваций сегодня сложно представить себе жизнь человечества. И речь не только о первом полете в космос, о мощном вооружении и самых лучших в мире космических кораблях. Таблица Менделеева. Одно из самых значимых русских открытий – периодическая система химических элементов. Ее автор – русский химик Дмитрий Менделеев. В этом году знаменитой таблицей исполняется 150 лет. Мы уже не можем представить без вклада Менделеева не только промышленность, сельское хозяйство, но и простой школьный урок химии. Кстати, Дмитрий Менделеев был не только ученым-химиком с мировым именем. Он был горячим патриотом России и рассматривал свою научную деятельность как служение Родине. Он искренне любил свою страну и считал, что главной задачей его научных изысканий должно быть содействие развитию российской промышленности, производства. Телевизор. Сложно представить себе жизнь современного человека и без телевизора. А ведь это – тоже русское изобретение. Инженер Владимир Зворыкин в 1923 году подал патент, в 1929 году разработал кинескоп, а в 1931 году – иконоскоп. Хотя патент был подан в Соединенных Штатах, нельзя забывать о том, что Зворыкин был русским человеком по происхождению, а в США бежал от ужасов гражданской войны. Кстати, в годы Первой мировой войны Зворыкин служил офицером в войсках связи Российской империи, преподавал в офицерской радиошколе. Вертолет. Вертолеты сегодня активно используются и военно-воздушными силами практически всех стран мира, и гражданскими авиакомпаниями, и всевозможными организациями, работающими в самых разных сферах, от добычи нефти и газа до сельского хозяйства. Изобрел же вертолет русский инженер Игорь Сикорский. И вертолет – не единственный проект Сикорского. Самолеты русский Витязь и Илья Муромец, разработанные в 1912-1914 годах, тоже плод творчества Сикорского, как и аэросани. Первый вертолет Сикорский сконструировал еще в далеком 1910 году, но из-за отсутствия средств он не смог наладить его производство и довести изобретение до ума. Лишь спустя десятилетия, уже проживая в США, Сикорскому удалось найти средства на то, чтобы материализовать свои проекты. Первый экспериментальный вертолет Вод Сикорский 300 взлетел 80 лет назад, 14 сентября 1939 года. Самолет Кстати, первый самолет – тоже дело рук русских. Источники доказывают, что Александр Можайский разработал свой самолет почти на 20 лет раньше, чем американцы братья Райт. И хотя никакой помощи от властей в реализации своего проекта Можайский не получал, ему, морскому офицеру по специальности, в конечном итоге удалось реализовать свою мечту, человек полетел с помощью специального аппарата. 20 июля 1882 года на военном поле в Красном селе самолет Можайского впервые поднялся в воздух. Братья Райт, напомним, полетели только в 1903 году. Таким образом, и у истоков мировой авиации, как гражданской, так и военной, тоже стоял русский изобретатель. Лечение глоукомы Святослав Федоров в юности чуть было не стал военным летчиком. Но во время учебы в ростовской специальной школе ВВС неудачно спрыгнул с трамвая и лишился ступни. С тех пор мысли о военной карьере пришлось оставить. И Святослав Николаевич стал врачом-офтальмологом. Именно Федоров разработал и провел первую в мире операцию по лечению глоукомы – глазной болезни, от которой страдали и страдают сотни тысяч людей. Федоров научился лечить глоукому на ранних стадиях, а его метод получил международное признание. Синтетический каучук Имя Сергея Лебедева известно меньше, чем имена Дмитрия Менделеева и Игоря Сикорского. Но придуманный Лебедевым синтетический каучук волей-неволей использует в повседневной жизни почти каждый человек, даже тот, кто никогда в жизни не летал на самолете и очень далек от химии. Первый в мире полибутадиен был получен Лебедевым в результате его химических экспериментов в 1910 году. Но масштабное производство синтетического каучука в нашей стране началось в 1931 году, когда в Ленинграде был построен первый в мире завод синтетического каучука. Автомобилестроение, авиастроение, оборонная промышленность, медицинские технологии, где только не используется изобретение Сергея Лебедева. Видеомагнитофон. Русский иммигрант, инженер по профессии Александр Матвеевич Понятов получил всемирную известность в 1956 году. Именно он изобрел первый в мире видеомагнитофон. Понятов стоял у истоков компании Ampex, которая на протяжении 50 лет лидировала в сфере производства аппаратуры магнитной записи звука, изображения и специальных сигналов. Русскому инженеру принадлежали патенты на изобретение и даже такие гиганты мировой электронной промышленности, как Тошиба или Сони, не могли работать в сфере видеоаппаратуры без патентов Понятова. Кстати, Понятов, как и многие русские изобретатели, тоже был большим патриотом России, хотя и жил за рубежом. Он помогал тысячам русских эмигрантов с работой, финансировал православные храмы и приют для престарелых.